Это здание типичного детского сада сегодня занимает городской военкомат. Для этой организации готовят другое место по улице Маяковского. Возможно, вскоре этот порог будут переступать мамы со своими дошколятами. Здесь планируют произвести ремонт и сделать пристройку. Общая стоимость проекта 516 миллионов тенге. Здесь появится 12 групп и дополнительно 300 мест. Сегодня в городе функционирует всего 4 частных детских сада и 24 государственных. Как говорит Василий Цымбалюк, дефицит местное более всего ощущают в микрорайоне КСК. Здесь работает два малых и один полный детский сад. Этого недостаточно, говорят в отделе образования. Это 150 мест в Яслисаде номер 14. Это 40 мест в Яслисаде номер 17 мы открыли. Вы знаете, малое ДО в многоквартирном жилом доме. Их два. Яслисад 17, яслисад 18. На 40 и на 50 мест, соответственно. И также были открыты частные организации. Это Яслисад Яркимай в 9 микрорайоне в здании поликлиники детской. Бывшие, вы знаете, это на 140 мест. И академический центр на 20 мест. Согласно новым требованиям в сфере образования, воспитатели детских садов должны иметь высшее образование. При этом оплата столь кропотливого труда остается на низком уровне. За деятельностью дошкольных учреждений и ходом реализации программы Балапан наблюдает инспектор Кустанайского филиала Народно-демократической партии Нуратан. Немаловажным, на наш взгляд, сегодня нужно поднимать вопрос о повышении уровня заработной платы сотрудников дошкольных учреждений. Потому что, поднимая вопрос о важности дошкольного образования, о том, что именно в этом возрасте закладываются основы, мы должны туда привлекать квалифицированные кадры. И это естественный вопрос, что квалифицированные кадры придут только туда, где есть соответствующий уровень заработной платы. Всего же при реализации программы Балапан в прошлом году дополнительно посещали детские сады 430 детей. Как отметил инспектор партийного контроля филиала партии Дусинбы Карабаев, по результатам мониторинга мероприятий программы Балапан наша область наряду с Карагандинской в числе первых. При этом Василий Цымбалюк добавил, что в 91% охвата детей входят и те дети, которые посещают мини-центры. Вскоре их учитывать не будут, и тогда показатель области станет намного ниже. Члены комиссии партийного контроля пообещали отслеживать и дальше реализацию программы Балапан и содействовать в решении проблемных вопросов дошкольного образования.